Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале Инстатв в студии Анна Касаткина. На валютном рынке события развиваются довольно предсказуемо. Аналитики уже указали на шокирующее падение британского фунта против американского доллара. Теперь очередь за единой европейской валютой. Пара евро-британский фунт отметила сегодня резкий скачок вверх. Пара коснулась дневного максимума выше отметки 0.9150, позже скорректировалась и торгуется на уровне 0.8992. Валютные стратеги отмечают несколько причин слабости британского фунта, но одним главным посылом служит выход Великобритании из состава Евросоюза. От одного слова Brexit участников рынка охватывала дрожь. Экономические эксперты давно предупреждали инвесторов о том, что последствия могут быть плачевными для экономики Великобритании. Сейчас Европейский союз намекает на жесткие условия выхода Соединенного Королевства из его состава. В основном трейдеры обращали внимание на публикацию макроэкономических показателей, которые указывали на уверенный рост британской экономики, несмотря ни на что. Сегодня одна публикация еще больше подавила британский фунт, намекнув на не столь радужное будущее. Так, объем промышленного производства Великобритании не дотянул до прогноза аналитиков, что еще раз подчеркнуло прогнозируемую проблему при подготовке к выходу страны из состава Евросоюза. Объем промышленного производства в августе продемонстрировал рост на 0,2%, что не оправдало ожиданий рынка. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,5%. В июле показатель сократился и вовсе на 0,9%. Зато еврозона на этот раз может похвастаться тем, что обошла Великобританию, так как объем промышленного производства у стран региона вырос вопреки прогнозам. Показатель в Германии в августе вырос после июльского падения. Промышленное производство выросло на 2,5%, после сокращения на 1,5%. Рост индикатора произошел на фоне роста объема обрабатывающей промышленности, а также благодаря снижению объемов строительства. Франция также продемонстрировала укрепление в секторе промышленного производства. Так, во второй по величине экономики еврозоны показатель вырос на 2,1% после падения на 0,5% в июле. Аналитики прогнозировали меньше рост на 0,9%. Сегодня, по мнению валютных стратегов, пара евро-британский фунт продолжит свой рост, так как трейдеры уже потеряли интерес к британскому фунту.